Радио «Вера» представляет Сегодня, в Пятое воскресенье Великого Поста, Церковь вспоминает преподобную Марию Египетскую. Преподобная Мария Египетская родилась в Египте в середине V века. Она рано осознала свою необычайную красоту и привлекательность для мужчин. Совсем юной девушкой Мария покинула родителей и отправилась в Александрию. В шумном городе она предалась всем мыслимым порокам, наслаждаясь развратом. Такую жизнь она вела 17 лет, и ни разу сомнения или стыд не посетили ее. Однажды Мария присоединилась к паломникам, ехавшим в Иерусалим на праздник крестовоздвижения. Она пыталась с толпой молящихся войти в храм гроба Господня, но не могла продвинуться дальше ворот, словно какая-то неведомая сила удерживала ее. Взгляд Марии остановился на образе Пресвятой Богородицы. И внезапно женщина ощутила присутствие Бога в своей жизни и то, что эта жизнь не угодна ему. Мария долго молилась Богоматери и, наконец, смогла войти в храм и приложиться к его святыням. Выйдя, она услышала голос, посуливший ей покой, если Мария перейдет за реку Иордан. Там лежала бескрайняя пустыня, в которой жили лишь монахи-отшельники. 47 лет провела в ней Мария, скорбя о своих грехах и молясь о прощении. В последние годы жизни она встретила Инна Казасиму, который и поведал миру о силе ее покаяния. В христианстве нет мест обрезгливости по отношению к людям с ни такой репутацией, ни той касты или цвета кожи. Восхождение из невозвратной бездны греха к ореолу святости открыто и, возможно, для каждого, так считают верующие. Именно поэтому бывшей грешницей Марии, ставшей великой подвижницей и праведницей, и посвящено последнее воскресенье Святой Четыридесятницы. Преподобный Иларион Новый жил в VIII веке. Он с юности посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни он был поставлен игуменом Пеликитского монастыря близ пролива Дарданеллы. Иларион сподобился от Господа дара прозорливости и чудотворений. По его молитве шел дождь во время засухи, поля спасались от набегов саранчи, а сети рыбаков наполнялись рыбой. В 754 году монастырь подвергся нападению иконоборцев. Сторонники этой ереси считали, что поклоняться иконам – это все равно, что поклоняться идолам. Они сжигали святые образа и преследовали тех, кто хранил иконы и молился на них. Среди иконоборцев были и византийские императоры, и военачальники, и знать. На Пеликиты напал военачальник Лохана Дракон. Он дерзко ворвался в церковь во время литургии, прервал службу и поверг на землю святые дары. Иноков пытали, а позже казнили. Среди погибших был и игумен Иларион. От преподобного остались труды, в которых содержится наставление о духовном подвижничестве. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, святые разных эпох и народов образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Мы верим, что ныне преподобный Иларион предстоит перед Господом и обращаемся к праведнику. Моли Бога о нас! Преподобный мученик Евстратий Печерский родился в XI веке в богатой семье киевского горожанина. С возрастом он раздал свое имение нищим и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Евстратий смиренно проходил послушание в обители. В 1906 году на город напали половцы. Печерский монастырь был разорен, многие монахи погибли, других продали в рабство. Среди пленников оказался и Евстратий. Он стал рабом одного торговца из Корсуни. Тот не был христианином и принуждал пленников отречься от Христа, угрожая им голодной смертью. Инок Евстратий укреплял и вселял мужество в братьев-христиан. Он говорил, если живем, будем жить для Господа. Если умрем, умрем в Господе и временную смертью обрящим вечную жизнь. Через несколько дней все 50 пленников умерли от истощения. Последним в живых оставался Евстратий. Хозяин, гневаясь на монаха, что тот доставил ему такой ущерб, приказал казнить его. Мощи преподобного мученика были спрятаны другими христианами и позже возвращены в Киев. Святитель Василий Великий говорил, За раны на теле процветет на мучениках светлое одеяние. За бесчестие получат они венцы. За темницу – рай. За осуждение и злодеяние – пребывание с ангелами. Церковь прославляет сегодня преподобного мученика Евстратия и просит его «Моли Бога о нас». Мученики Иона и Варахисий жили в IV веке в Персии. В этом государстве было немало христианских общин, церквей и монастырей. Но персидский царь Сапор или Шапур II в 327 году начал одно из самых жестоких преследований христиан. Тех, кто не захотел поклоняться огню и солнцу, бросали в темницу, пытали и казнили. Два брата, Иона и Варахисий, жили в монастыре, но, узнав о гонениях, отправились в город Хубахам, чтобы поддержать узников-христиан. Вскоре их тоже схватили и пытками хотели добиться отречения от Христа. Братья оставались непреклонны. Преследователи разлучили Иону и Варахисия и пытались убедить каждого, что другой давно уже принес жертвы солнцу. Но братья не поверили в эту ложь. Их жестоко пытали, но сломить мучеников не удалось. Палачи испугались, что свидетели стойкости Иона и Варахисия сами примут их веру. Христиан стали пытать ночью. Перед смертью Иона произнес «Жизнь подобна зерну. Тот, кто бросает жизнь во имя Христова, снова обретет ее в день воскресения, когда надеющиеся на Него предстанут рядом с Ним». Для Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым самолитвенникам, и просим. Святые Иона и Варахисий, молите Бога о нас. Святой мученик Баян жил в IX веке. Он стал первым болгарским святым. В то время болгарские ханы часто совершали набеги на южных соседей Византийскую империю. Во время одного из таких рейдов хан Крум захватил в плен епископа Кенама. В надежде получить хороший выкуп, его заточили в ханском дворце. Хан проникся уважением к ученому христианину и часто беседовал с ним. Вскоре на престол взошел сын Крума Амуртаг. Он попытался заставить епископа отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Кенам отказался и был брошен в темницу. Старший сын Амуртага по имени Энравота недоумевал, за что епископа подвергли столь тяжелому наказанию. Он навещал старца в тюрьме и долго беседовал с ним. Кенам крестил князя и дал ему новое имя Баян. Разгневанный Амуртаг лишил старшего сына прав на престол. После его смерти царем стал младший сын, язычник Маламир. Он потребовал, чтобы Баян оставил христианскую веру. «Никто не может меня отлучить от любви ко Христу», – возразил Баян. Брат приговорил его к смерти. Перед казнью Баян пророчески произнес, «Вера, за которую я умираю, распространится по всей болгарской земле. Напрасно надеются остановить ее моею смертью». К святости, по словам апостола Павла, призван каждый. Смысл жизни христианина состоит в том, чтобы от образа, заложенного в каждом из нас, перейти к подобию Божию. Одни получают бесценный дар Святого Духа через свою жизнь. Другие подтверждают свой выбор, исповедуя Христа своей смертью. Стоическое мужество святого Баяна стало продолжением его жизни во Христе. Церковь чествует мученика и просит его, моли Бога о нас. Священно-мученик Василий Маленин родился в 1877 году во Владимирской губернии. Он закончил семинарию и принял сам. Служил отец Василий в храме во имя преподобного Корнилия в Переславле. В 1936 году НКВД завело дело на протеерея Маленина. Были допрошены местные школьники, которые показали, что некоторые ученики, в том числе и пионеры, ходят в церковь. А Маленин угощает их просфорами, рассказывает про праздники, расспрашивает, как кого зовут и рассказывает про именины каждого. Зовет приходить на Рождество и Пасху. Обещает дать свечек для елки, а также заводит некоторых учеников в алтарь и показывает, что и где находится. Со стороны ребят главным зачинщиком походов в храм все назвали пионера Колю Ранеткина. К его матери частенько приезжают из воинской части и устраивают пьянки. Колю в это время из дома выгоняют. Вот он и собирает ребят и уходит в церковь. Протеерея Василия Маленина вскоре арестовали. Его приговорили к десяти годам лагерей. В 1938 году отец Василий скончался в одном из лагерей Дальнего Востока. В гонениях на церковь в XX веке пострадали не только видные архиереи, образованные богословы и яркие проповедники, но и простые священники. В чем их подвиг и пример для всех христиан? Священно-мученик Василий Малинин жил так, что в центре его мира были Христос и церковь. Он делился радостью этого пребывания в Боге с прихожанами, был чуток и внимателен к детям. Его исповеднический подвиг стал продолжением его веры. Сегодня церковь вспоминает священно-мученика Василия и просит его «Моли Бога о нас». Мученик Иоанн Чернов родился в 1880 году в Калужской губернии. Родители его были крестьянами, и после школы Иоанн стал помогать отцу и матери по хозяйству. В коллективизацию он оставил деревню и работал некоторое время на Нарфаминской фабрике. Но там довольно скоро узнали, что Чернов служит псаломщиком в местном храме, и его уволили. Он вернулся в деревню, обнаружил, что местный храм закрыт и стал добиваться назначения в храм священника и возобновления богослужений. Иван Алексеевич обошел крестьян и собрал подписи под коллективным письмом в защиту храма. Это прошение он в день выборов в Верховный Совет опустил в урну вместе с бюллетенем. Бумага сразу же попала в НКВД. Установить инициатора обращения не составило труда. Вскоре Чернов был арестован. Его приговорили к пяти годам лагерей за контрреволюционную агитацию. Мученик Иоанн Чернов скончался в лагерном лазарете в 1939 году. По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, наша память о святых XX века сродни венку на их могилу, которая подчас неизвестна или безымянна. Церковь верит, что новомученики ныне предстоят перед Господом и просит сегодня мученика Иоанна. Моли Бога о нас!